Открытие разума Один из самых важных вопросов в жизни – что такое разум и чем он отличается от ума? Почему этот вопрос настолько существенен? Потому что придя к пониманию того, что есть ум, а что разум, человек обретает способность измениться и начать осознанный путь развития и реализации себя. По сути, это и есть главная тайна человека. Это то, что отличает его от всех живых существ на планете. И овладеть этой тайной можно, пройдя по пути осмысления и принятия знания о том, как устроен человек. Знание жизни Первый шаг к пониманию себя – это принятие факта того, что мы созданы из двух начал, между которыми конфликт, и только овладев знанием, человек может обрести цельность. Второй шаг – это осознание себя развивающейся личностью. Третий – поиск учителей, обладающих духовным знанием. Четвертый – принятие главного знания жизни, знания о истине, с помощью которого можно изменить себя. И вот сегодня мы приходим к пятому шагу – к открытию разума. Ум и разум – это две системы мышления в нашем сознании. Ум исходит из физической, а разум – из духовной природы человека. Ум у каждого из нас активен от рождения. Он связан с чувствами и эмоциями, с потребностями и переживаниями. Он есть у всех развитых представителей животного мира, планеты. Ум позволяет человеку выживать и наслаждаться чувствами. Он формирует систему ценностей, исходящую из потребностей человека и его желания получать удовольствие. Ум постоянно структурирует поступающую в него информацию, классифицируя ее и сохраняя в памяти. Мышление ума основано на анализе и логике. В чем же тогда наш разум? И чем он конкретно отличается от ума? В начале жизни энергию духовной природы мы ощущаем только через любовь. Ребенок наполнен любовью. Вот почему он вызывает чувство искреннего принятия и радости. Мы контактируем с детьми на уровне энергии души. Эта любовь и формирует главную духовную ценность человека – любовь к людям. Именно она пробуждает разум, систему мышления, основанную на высших ценностях – любви, самосовершенствования и реализации себя. Поначалу мы контактируем с нашим разумом, как с голосом совести внутри себя. Ведь в системе ценностей ума изначально заложен конфликт, и совесть воплощает в себе высшее духовное начало. А в системе ценностей разума конфликта нет. Почему? Потому что духовное начало человека не зря называют высшим. Высшее управляет низшим. Разум должен управлять умом. Первый этап жизни человека на Земле связан с формированием тела, ума, памяти, навыков жизни. Разум при этом находится в зачаточном состоянии. Он очень слаб. Это потенциал, который надо открыть. И каждый из нас может это сделать только сам, лично. Приняв это знание, человек может выбирать, как ему жить. На уровне ума, отождествляя себя, как представителя живой природы планеты. Или на уровне разума, приняв свое духовное начало и встав на путь развития. Чтобы обрести разум, надо принять истину, изменить главную ценность своей жизни. Ценность любви к себе необходимо заменить на ценность любви ко всем людям. Это изменение позволяет осознать свои духовные ценности, дает возможность человеку обрести внутреннюю цельность, энергию жизни, способность менять себя. Мышление разума основано на синтезе, объединении. Таким образом, разум позволяет создавать новые знания. Обретение разума – это и есть начало второго этапа жизни. Как меняет разум жизнь человека? Разум позволяет видеть суть, смысл, понимать, что хорошо, что плохо, что добро, что зло. Разум позволяет видеть, как правильно действовать. Разум способен управлять умом и глубокими чувствами, впечатлениями, связанными с нашими ценностями. Разум позволяет человеку прийти к своему истинному «я», пониманию и принятию своей души, как своей самости. Разум позволяет ставить перед собой цели, связанные с любовью, с заботой о людях и обществе. Разум позволяет обрести свободу, дает силы человеку реализовать в этом мире себя, избавиться от страха, выйти из матрицы выживания и стать личностью, творцом себя и мира. Разум позволяет контролировать ум и чувства. Отличать добро от зла, менять себя и видеть реальность жизни.